Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что мы видим с вами, друзья? Биткоин растет. Биткоин растет на младших таймфреймах. На часовом таймфрейме он поджимается к уровню сопротивления, который вот-вот будет пробит. Это у нас с вами 27500 примерно. И дальше, по идее, открытый космос до каких-то новых локальных хаев, где мы встретим очередное сопротивление. И вот там-то, собственно, и надо будет плавно разгружаться, друзья. Как вы уже поняли, наверное, из названия этого ролика, ролик будет посвящен плавной разгрузке. И вот на нашей любимой бирже Bybit, где я удерживаю свой лонг на 130 тысяч контрактов, в плюсе уже на 7 тысяч долларов, я планирую разгружаться, несмотря на то, что я верю, что рынок пойдет еще выше. Как, собственно, разгружаться? О чем я говорю? Вот, видите, я расставил лимитки. Лимитки по 10 тысяч контрактов от позы. То есть, каким образом? Вот, я нажимаю Limit Close и маленькими порциями, то есть даже меньше, чем по 10% от позиции, я планирую выходить на довольно-таки ближних значениях, забирая профит. Вот. Зачем я это делаю? Потому что рынок ходит волнами. Рынок потом обязательно в какой-то момент, даже если сильно улетит наверх, потом все равно скорректируется, даст зайти, пускай даже повыше, но перезайти. Потому что большую часть позиции удерживать – это глупо, потому что рынок может забиться в боковик, как вы можете видеть вот здесь, и не дать вам просто заработать, вы будете сидеть. Вы будете сидеть просто как дурак со своей позицией. Поэтому плавная разгрузка. Но другой вопрос. На каких таймфреймах, ребята? Потому что, смотрите, плавная разгрузка на таймфрейме 1 час или 4 часа – это мы говорим о ближайших целях, таких как 28, 29, 30 тысяч долларов. Да, это не что-то запредельное. Дальше начинается следующее плато, куда мы можем улететь, это уже там 34, 36. Там тоже должна быть уже еще более, скажем, может быть, даже менее плавная разгрузка, более агрессивная разгрузка. Но если мы отдаляемся с вами вообще глобально и смотрим на биткоин на дневном таймфрейме, то мы понимаем, что тут-то на самом деле ему лететь и лететь куда-нибудь на 48, на 52 тысячи долларов. И вот там глобальная плавная разгрузка уже начинается. То есть, возможно, там даже какие-то ходл или спот-позиции вы начинаете продавать, свои из кошельков выводить. И то, если он полетит на all-time high, как бы… Ну, опять же, ребят, халвинг только через год. Я не думаю, что биткоин прямо сейчас полетит на all-time high ракетой, как доджкоин в свое время. Может, конечно, но это наименее вероятный сценарий, на мой взгляд. А то, что сейчас может произойти, это какой-то еще один импульс, и потом более затяжная возня какая-то с поджимающимся… Не знаю, в лучшем случае с поджимающимся минимумами, с прострелом наверх дальше. А так-то может еще и какая-нибудь на полгода-год там. Вот такая вот история. Поэтому сейчас, на мой взгляд, именно трейдерскую часть портфеля, конечно, нужно разгружать вот где-то здесь. И вот мы пришли к чему с вами, что ближайший блок разгрузок у нас сейчас здесь. Это прям агрессивные большие плечи скинуть, да, кто торгует на байбите. Кто, кстати, до сих пор не торгует, ребят, ссылки в описании. И обязательно к нам в телеграмм добавляйтесь, потому что там все нужные алерты TRDR, опять же, которые сигналят просто идеально. Ну, вот здесь у него был немного лажовый сигнал о покупках. Но он все равно, я думаю, в долгу себя оправдает. То, что это все похоже на такую, типа, головая плеча с выходом наверх. Куда-нибудь на 33-34 тысячи долларов. Поэтому я сейчас, конечно, расставил довольно-таки близкие ведра, друзья мои. И я думаю, что их можно двигать. Их можно смело двигать. И на нашей любимой бирже Байбит очень удобно делать это прям руками. Вот так на графике я могу отдалять свои тейк-профиты. Соответственно, поняли, да, кто новичок, кто спрашивал, как плавно разгружаться. Вот, мы делаем по 10-7% от позиций. То есть не нажимаем «закрыть все», а закрываем частями. Соответственно, когда мы закроем, в моем случае, 13 таких ордеров исполнится, да, 13 заявок, у нас закроется полностью позиция. Если мы начнем дальше продавать, у нас уже откроется встречный шорт, соответственно. В инверсной марже, в BTC, вот. Думаю, что по альтам тоже, на самом деле, надо смотреть. Вот, эфир, давайте глянем. Эфир отбился от локального уровня. Ну, тут еще, конечно, даже разгружать его рано по-хорошему. Можно расставить лимиточки, опять же, по, я не знаю, 1880, по 4000 контрактов. Вот так вот, даже повыше можно их поднять. Соответственно, вот таким вот образом мы делаем. Отнимаете 1.0 от суммы своей позиции, да, и расставляете 10 таких лимиток, которые будут являться вашими частичными тейк-профитами. Потому что вы никогда не знаете, куда пойдет цена. Точнее, вы можете догадываться о направлении, но вы не знаете, докуда дойдет цена в моменте. Поэтому вам очень важно иметь здесь заявки на продажу, здесь заявки на покупку и балансировать на отклонениях от средних значений. Вот примерно такая техника, друзья. Если вам нравится, ставьте обязательно лайк. Пишите в комментариях, если вы хотите больше таких видосов обучающих. Проверьте подписочку на наш канал обязательно, чтобы не пропускать следующие штуки. Ну и в целом что? Я думаю, что да, едем дальше на ракете аккуратненько. По эфиру тейки вот. Ну на самом деле выше 2000. Надо ставить по эфиру реальные тейки. 2100, 2200, куда-то туда. На мой взгляд. По дэшу спросите, вы что там? О, бедао улетел. Ни хрена себе, бедао. Бедао пошел уже нормально. Вот, смотрите, уже в плюсе на 4000 монет. Четко от локального дна мы начали отскакивать. И посмотрите, мы сейчас работаем как раз с уровнем сопротивления. 0,5 долларов, собственно, который был предыдущей поддержкой по бедао. Это важный достаточно уровень. Посмотрите, сколько мы здесь стояли. Вот сейчас мы третий раз стучимся в него как в сопротивление. Если мы его пробиваем, ребят, то по бедао следующие цели, ну это консервативно, минимум 0,6. По бедао тоже нужно, соответственно, расставлять лимитки. Потом догрузиться еще. По дэшу вы спросите, что? Дэш тоже, на самом деле, дэш тоже удержал уровень и от нашей точки входа пошел наверх. Тем более, это нижняя граница канала, в котором мы очень долго накапливались еще с прошлого года. Поэтому я думаю, что по дэшу сейчас очень хороший потенциал. Вот он еще даже не дошел до предыдущего дна в 43. Как бы у него локальный хай был практически в 80. Поэтому я думаю, что сидим, не дергаемся. Я думаю, он перепишет локальный хай. Поэтому я набрал лонгов по нему тоже. И по классику я вчера сказал, ребята, он пока все еще стоит. Но в целом я думаю, да, вот он опять же отбивается от нашей точки. Поэтому, ребята, терпение всем. Профитроли. Лайткоин в плюсе, вон уже на 20 монет тоже пошел. И ваши монеты тоже полетят, не волнуйтесь. Вон 27500. В общем, не впадайте только в фома, в истерику. И только пепе не растет, да, смотрите. Аккуратнее со всякими говномонетами типа пепе, которая единственная, походу, сейчас не растет. Помните о том, что у нас все еще очень низкий риск по всем глобальным метрикам. Недооценка в 44%. То есть нам надо вырасти на 88%, чтобы просто вернуться к средним значениям. По глобальной трендовой. Так что покупаем, покупаем, еще раз покупаем, друзья. Ходлим на холодных кошелечках, профит выводим, не забываем. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Удачи в торговле. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, ставите лайк. И увидимся в следующем видео. Пока.